Добрый день дорогие телезрители! Это программа Карачаева Черкесия онлайн и в студии я ее ведущая Екатерина Иванова. Не переживайте Алексея, вот нет в эти ближайшие дни, но не потому что с ним что-то случилось, а потому что всем иногда нужен отдых. Но я надеюсь сегодняшний эфир пройдет интересно, ведь впереди у нас большой разговор, в котором мы поговорим как всегда об актуальных событиях дня, о том чем живет Карачаева Черкесия сегодня. И как всегда вы сможете присоединиться к нашему разговору с гостями в прямом эфире. Звоните по телефону 8 800 775 03 24. Но мы не изменяем традиции, а мы начинаем наш выпуск с коронавирусной статистики. На сегодняшний день, на 30 марта в Карачаевой Черкесии выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19. Еще одна приятная новость, буквально вот сегодня рекордно малое количество заболевших прибыло в госпиталь. Насколько я помню, два человека. То есть такого за все время пандемии у нас в республике еще не было. И этому стоит порадоваться. Общее же количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаевой Черкесии составило 19 664 человека. Мы подбираемся к отметке в 20 тысяч, но это происходит гораздо медленнее, чем было раньше. Возможно, к концу пандемии мы и не достигнем этой цифры, что хотелось бы ждать и чему бы хотелось в конце концов обрадоваться и отметить в нашем эфире. Радует и то, что уже 18 706 человек выздоровели, но, к сожалению, коронавирус беспощаден и на сегодняшний день он унес уже в общей сумме 71 жизнь. 126 человек на сегодняшний день госпитализированы, они получают полное лечение в стационарном режиме, они проходят его под контролем врачей. То же самое происходит и с теми, кто лечится на дому в режиме самоизоляции, то есть терапевты постоянно проверяют самочувствие заразившихся и действуют по всем нормам, по всем предписаниям Минздрава Российской Федерации. Ну а какие еще новости запомнятся нам за ближайшие сутки, давайте посмотрим в дайджесте новостей, которые мы откроем наш эфир. Минздрава Российской Федерации Каждый новый объект инфраструктуры в туристическом горнолыжном кластере региона – это еще один шаг к его популяризации и мировому признанию. Канатная дорога будет доставлять отдыхающих на рекордную для Архы за высоту – 2840 метров. Протяженность красной трассы составила более двух километров. Кроме того, курорт добавил дни вечернего катания. Теперь к традиционным двум вечерам пятницы и субботы добавлено вечернее время катания по воскресеньям и понедельникам. Таким образом, в эти дни кататься можно в первой половине дня с 8.30 до 16.30 и вечером с 18.00 до 22.00. Последний подъем на канатной дороге возможен в 21.45. Проект водоснабжения села Садовое на стадии завершения. Уже в апреле этого года планируют закончить ремонтные работы, после чего в селе, наконец, появится качественная питьевая вода. А местные жители, обратившись в обслуживающую организацию, смогут подключиться к новому водопроводу. В прошлом году объект по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова был включен в федеральную программу «Чистая вода». На сегодняшний день по уличным сетям проложено 10,5 километров водопроводных труб. Заменена водонапорная башня и построены поля фильтрации, которым сделан подводящий канал. Осталось провести реконструкцию самой водокачки, заменить насосы на более мощные, так как техническая характеристика существующих не соответствует новой водонапорной башне. До конца 2021 года планируется решить проблему водоснабжения в посёлке Иркин-Шахар Ногайского района, а также завершить строительство межрайонного группового водопровода Усть-Джигутинского и Прикубанского районов. В Карачаево-Черкесии для диких животных приготовили витаминные подкормки в связи с тем, что погодные условия осложняют самостоятельное добывание пищи обитателям леса. В основном это еда для копытных, но ею могут питаться и зайцы. В подкормку входит кукуруза, пшеница, горох, рыбная и костная мука. Получается витаминный корм для диких животных. Подобные кормушки делаются в разных местах и в большом количестве. Активное участие в подкормке птиц и животных принимают не только лесники, но и юные жители Карачаева-Черкесии. Школьники готовят для птиц специальный корм и развешивают кормушки. В связи с тем, что ведется активная борьба по всей стране с браконьерами, проводится много рейдовых проверок. Сегодня суммы штрафов достаточно большие, и не каждый охотник рискнет нарушать законодательство. Благодаря тому, что выделено несколько единиц новой техники, удается проводить больше проверок. В городе Краснодар состоялся танцевальный проект «Битва чемпионов», который проходит в рамках телешоу «Звездный танцпол». Участники отметили, что организация конкурса была выполнена профессионально, что немаловажно на таких мероприятиях. Карачаево-Черкесскую республику на фестивале представил детский хореографический народный ансамбль «Ридада» и студия танца города Черкесск под руководством Азамата Тания. Они заняли первое место сразу в двух номинациях – «Кавказский стилизованный танец до 12 лет» и «Кавказский народный танец до 12 лет». Теперь танцевальный коллектив представит Карачаево-Черкесию в финале конкурса, который состоится 3 мая в городе Волгоград. Напомним, что ранее хореографический народный ансамбль «Ридада» и студия танца из Карачаева-Черкесии завоевали гран-при и первое место в Пятой международной олимпиаде искусств «Таланты Евразии». В Карачаево-Черкесии завершился открытый чемпионат на Кубок Карачаева-Черкесии по художественной гимнастике, участие в котором приняли порядка 300 спортсменов из разных городов юга страны. Соревнования проводятся в десятый раз. Специально для улучшения уровня выступлений был приобретен профессиональный ковер. К слову, художественная гимнастика набирает обороты в нашей республике и становится с каждым годом всё популярнее. В Карачаево-Черкесии много любителей данного вида спорта. Дети занимаются с трёх лет. Они неоднократно принимают участие в различных крупных соревнованиях. В частности, в первенствах и чемпионатах межрегионального и федерального уровня. А победителей этого чемпионата традиционно отметили кубками, медалями и грамотами. А мы переходим к главной теме нашей программы. Студенты Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Умара Алива заняли второе место среди 13 команд СКФО на первом молодёжном туристическом хакатоне «Хэкграунд». Ребята выступили в треке «Туристические маршруты и сервисы» с проектом «Новые локации, туристические места и точки притяжения». Мероприятие объединило на одной площадке специалистов индустрии туризма и студентов вузов СКФО. Работа команд была оценена экспертами по нескольким критериям. Работоспособность, оригинальность, мобильность, дизайн, бизнес-модель, презентация и выступление. Что же это за мероприятие, что же это за хакатон такой туристический? Давайте поговорим с руководителем делегации, ведущим специалистом по молодёжной политике и социальным проектам КЧГУ Робертом Баскаевым. Здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляем вас с вот таким вот достижением. Мне кажется, что на окружном таком уровне это всё-таки для студентов, для Карачаева-Черкесии это большое достижение. И в то же время есть куда стремиться. Несомненно, да. Есть куда стремиться. Конечно же, хотелось бы первое место. Ну, как, не без этого. Если коротко сказать о мероприятии, это первый опыт, получается, именно туристического хакатона. Вообще... Давайте сразу поясним, что такое хакатон. Потому что когда мы говорили об этом в нашей студии последний раз, это касалось всё-таки каких-то информационных технологий, соревнований, айтишников, можно так сказать. А когда мы говорим о туристическом хакатоне, что это значит? Ну, вообще, само слово хакатон же клеится с двух слов. Это хакер и марафон. То есть они соединяют, хоть человек спит или может полкоманды спать, полкоманды не спать. Просто нужно решить какую-то цель до определенного дедлайна. Нам также дали определенные темы. Нам попала тема арт-объекты на туристических каких-то местах определенных. И чтобы они были не только для Карачевской республики, но и подходили для других субъектов СКФО. Погодите, то есть вам нужно было создать какие-то арт-объекты, придумать, что это может быть? Да, да, да. Нам нужно было придумать какой-то образ либо той или иной локации. Вот, к примеру, у нас есть курорт там на Дамбай, Медовые водопады, Архыз, плато Бермамыт. Ну, к примеру, то, что сразу в голову приходит. Нам нужно было придумать какие-то арт-объекты, вот, с которыми люди захотелись бы, может, фотографироваться. Или захотели бы на фоне чего-то там сделать фото с ладошкой, может, не знаю, как вот делать с пирамидами вроде бы. Их тоже превратили в такой арт-объект вот в Египте. Ну, или уже с уже замыленными «я сердечко» и название города. Ну, вот это тоже на самом деле арт-объект вроде, но вот шикарное слово «замыленный», я не знаю, что подобрать, потому что оно везде, я люблю это, я люблю это, там, каждое заведение пишет, что кто-то любит это заведение. У нас два блока было, мы пошли во второй блок, где именно были маршруты, локации, арт-объекты. Почему «хакатон»? Потому что там был первый блок, где решали кейсы именно ребята по дизайнерской части, по приложениям, именно по программированию. Поэтому «хакатон» объединил все вместе. Давайте начнем с того, из кого собрали команду, потому что в Карачаево-Черкесском госуниверситете существует много специальностей, и здесь, когда нужно было собирать команду, нужно было точечно уже, смотря в будущее, выбрать тех специалистов будущих, которые смогут выполнить разноплановые функции. Ну, выбор у нас не был таким долгим, длинным, чтобы отсеивали кого-то. Мы примерно знали, какие у нас есть ребята, кто чем уже занят был, кто готов был поехать, и кто больше принесет пользу. Были ребята, даже не ребята, была одна девочка, если не ошибаюсь, или, что могу ошибиться, один или два человека, которые примерно знают, что такое «хакатон», остальные были вот просто новичками. По приезду нас встретили, нам объяснили, куда идти, сказали приветственное слово, вот «хакатон» туристически это вот это, вот вам задача, решайте до такого-то времени. Все, что нам было определено именно в этих рамках. Хотите, спите, хотите, не спите. Нам дали площадку, дали Wi-Fi и сказали, работайте. И дали 30 часов, насколько я помню. Ну, примерно да, папа. Наверное, так и было, потому что мы где-то с 12 обеда начали работать, даже с 11. У нас не было перерыва, до 4 утра отработали, ушли по номерам, в 7 или 8 утра встали и до 4.30 до защиты мы работали. Ну, то есть действительно марафон, такой умственный шторм. Ну да, мы просто чуть неправильно в спешке распределили обязанности, надо было нам реально половине уйти спать, половине доработать. Может быть, мы тогда быстрее бы, ну, к тому результату, к которому мы пришли, мы в любом случае пришли только командно. Ну, из 13 команд второе место, опять-таки я скажу, что это прекрасный результат, который оставляет еще шанс для стремления к высшей цели какой-то. Ну, несомненно, есть теперь вот у ребят в глазах такой огонь. Они хотят вот, вот был бы еще раз шанс, мы сделали вот это по-другому. Мы презентовали проекты ректору нашего университета, Таустаму Бекировичу Узденову. Также вот ребята, я как раз уезжал в командировку на днях, ребята уже без меня, будучи целой командой, коллективом, встретились с мэром города, где тоже презентовали проекты, ему понравились проекты. У нас как раз там идет конкурс на зеленение города, Зеленого острова. И вот некоторые арт-объекты мы даже заранее, когда придумывали там на Хакатоне, мы уже их писали для Зеленого острова. И они как раз в локацию круто попали. То есть я понимаю, что несмотря на то, какое место вы заняли на окружном конкурсе, эти идеи продолжат жить, и они не останутся в каком-то там забытие, как история вот этого первого Хакатона. Ну, несомненно, бывает какое-то мероприятие, либо форум, где человек пишет проект, и потом он где-то пылится, либо просто для опыта написал какие-то слова. В стол, что называется. А тут это вот стартануло там, мы там защитили, получили баллы, получили какое-то место, приехали сюда, и оно ушло сразу в несколько отраслей, что у нас в городе будет озеленение, в университете тоже будет озеленение территории, туда подходит, туда подходит. Тем более сегодня Карачаевск, небольшие планы у мэра на изменение Карачаевска, и мне кажется, что как раз-таки он вполне открыт и прозрачен для таких предложений. Он только рад, когда человек приходит с какой-то инициативой, он не закрыт, он открыт к любым предложениям, и вот как раз в эту тематику как-то вот волей и судьбой мы попали. И очень много ребят, которым мы рассказали, тоже заинтересованы теперь и думают, какие объекты можно просто придумать, даже сидя дома на досуге. Роберт, ну у вас огромный опыт в целом в изучении туристических маршрутов, в работе на них, и хотелось бы узнать, насколько сегодня действительно в Карачаево-Черкесии нужно создавать что-то новое, потому что кому-то может показаться, у нас и так прекрасная природа, у нас масса каких-то исторических памятников, расположенных на разных маршрутах, у нас вроде бы хватает и какой-то такой развлекательной инфраструктуры для некоторых, опять-таки. Но что сегодня нужно для того, чтобы зацепить туриста, как вам кажется? Потому что наверняка вы работали во время того, как инструктором в Дамбайе, практиковались с иностранными туристами, с туристами из других регионов, и они подмечали что-то, и вы замечали, что чего-то не хватает именно в плане, знаете, чтобы глаз зацепило. Вот как вы считаете, сегодня Карачаево-Черкесии нужны какие-то такие современные, можно даже сказать, предметы искусства на ландшафте природном? Ну, если так посмотреть, вот нам самим, когда мы отдыхаем у нас в горах, либо где-то на речку спускаемся, что мы там видим? Мы видим то, что вот с детства, к чему мы привыкли. Что матушка природ создала. Да, и у нас есть природа, у нас есть горы, есть какие-то тропы, но у нас нет именно культуры правильного туриста, туризма. Вот когда к нам приезжает турист, он отдыхает, как ему хочется. У нас нет определенной программы, где мы встречаем, говорим, здравствуйте, мы вас приветствуем. У нас есть вот такой формат, такой формат, такой формат, если вдруг вас это интересует. Или человек заранее, когда едет к нам, он знает, что зимой можно покататься Архыз, шикарное место, Дамбай, разные уровни сервиса, разные уровни подготовки склонов. Где-то кто-то райдеры приезжают покататься там, летом ходят в горы. Но много вообще вариантов, да, тот же самый маршрут в сторону плато Бермамыд, там на лошадях, либо на чем-то, на джипах, на чем только они поднимаются. Просто суть в том, что мы не смотрим в Европу. Извините, я правильно понимаю, что сегодня у нас все-таки наш туризм основывается на таком, как туризм-дикарем, что называется. Приехать, в целом, то, что ты сам видишь, то, что ты сам захотел, то ты выбираешь для себя. А вот такого, чтобы тебя, грубо говоря, поводили и презентовали тебе это все, сегодня пока что только развивается. Вот это развивается. Несомненно, есть ребята, и вот я тоже многих знаю, у кого есть какая-то программа, кто возит по каким-то маршрутам. Но вот элементарно, когда мы берем путевку в Египет, в Турцию или за рубеж, мы по приезду в отель, в гостиницу, мы сразу видим определенные буклеты, где говорят, вот даешь там, допустим, 100 долларов, и ты летишь в Израиль или куда-то там, и у тебя есть определенный день или определенная неделя, и тебя везут прям вот по таким маршрутам, там ты видишь это, тут ты можешь водички набрать, там сфотографироваться. То есть анимация, грубо говоря. Да, самого предложения правильного, к сожалению, нет. У нас есть куда возить, есть кто водит, но как-то все остается на платформе Инстаграм, скорее всего, и как-то вот по, не знаю, сарафанному радио, может, только передают. У нас нет западного и европейского формата отдыха для туристов. А нужен ли он нам сегодня? Я думаю, несомненно, нужен. Вот элементарно летом, что я замечаю, маленькое количество людей приезжает, чтобы сходить в горы, потому что они не знают, что их ожидает там. Ну да, пойдем мы в горы, кто-то скажет. Кто-то на шашлыки захочет, а кто-то там на ледник подняться захочет. Но у нас очень много троп можно проложить новых, можно поставить какие-то новые арт-объекты. Можно элементарно у нас на Донбайе либо в Архизе, в красивом лесу, ничего не трогая, не меняя ландшафт, поставить какие-то арт-объекты и сказок. Ну, к сожалению, это пока не делается. Тем более у нас и народные эпосы очень богаты. Народные эпосы, несомненно, богаты. В какую народность ни загляни, там есть где-то нарты, какие-то пословицы, поговорки. У нас много всего, но этим пока не занимается никто. Элементарно какую-то деревню сделать, именно, ну, чтобы каждый домик, там 5-6 домиков разных национальностей, чтобы вся культура там видна была. Мы об этом, кстати, говорили тоже на Хакатоне. Ну, то, что мы видим, например, сегодня на примере Золотого кольца, то же самое, когда люди приезжают и могут пожить жизнью аборигенов, если так можно выразиться. Ну, несомненно, вот мы предлагали даже на Хакатоне, не помню, какой-то команде у них тематика была такая, почему бы не сделать небольшую деревушку, ну, маленькую совсем, и поставить там, допустим, 6 домов, 6, к примеру, национальностей. И пусть там будут актеры, либо те люди, которые там зарабатывают, в национальных костюмах, ну, несомненно, говорят на русском, либо на английском, на языке, который к ним прибывает турист, но одевают его там на тот же час, полчаса, либо сутки в эту одежду. Пусть он учится вязать, шить или делать сыр национальный. Ну, именно пожить вот этой жизнью у нас нет такого. Это был бы и как аттракцион, я думаю. Много вариантов, форматов. Роберт, ну, не так давно вы сами как бы стали свидетелем того, как относятся многие там даже знаменитости к местным курортам. К курортам не то, что Карачаева, Черкесия, мне кажется, к российским. То есть какой-то претензии на высокий сервис, но в то же время с незнанием того, что уже там есть. Вот как вы считаете, насколько сегодня сложно изменить вот эту парадигму, чтобы, ведь есть потенциал, мы каждый раз говорим о том, что Карачаева, Черкесия, это богатейшая республика в плане природных ресурсов. Но как поменять вот этот вот взгляд и привлечь платибельного человека, того, кто сможет оставлять здесь, грубо говоря, свои деньги, пополнять бюджет и в то же время получать высокий уровень развлечений? Два пути есть. Либо само население, сами местные, особенно бизнесменные, кто имеет гостиницы или что, ну, там, какие-то комплексы, прокаты, они просто соберутся и скажут, давайте друг с другом соревноваться в сервисе. Когда вот мы начнем соревноваться, вот мы с вами соревноваться в сервисе, я добавил там какое-то Wi-Fi новое поколение, вы добавили, вы что-то новое добавили, я веду именно эту деятельность за вами, вы за мной. И когда мы соревнуемся, тогда туристы верят, что здесь очень большой уровень. Есть другой формат, где будь то местные жители, именно бизнесмены, либо не бизнесмены, кому, ну, очень, так сказать, душа болит за свой регион. Ну, нужно получить образование именно по теме, наверное, маркетинга. Как преподнести правильно? У нас очень много всего вообще в СКФО. Не только, говоря за республику, ну, и Дагестан, и КБР, Россия, Тея, Чечня. Много куда можно ехать, но мало туристов приезжают. Зимой, несомненно, да, некуда ехать, много границ закрыто было, к сожалению, вот в этом году. Мы ожидали больше поток, но получили поток, который получили. Но в то же время, опять-таки, эксперты отмечают, что для пандемии, для тех мер, в которые мы все были вогнаны вирусом, это действительно был неплохой результат. И есть, опять-таки, есть куда стремиться. Мы все время об этом говорим. И тут, возвращаясь к соревнованиям, вот к хакатону, все-таки секунду нашего эфирного времени, я думаю, стоит уделить тому, кто занял первое место. Команда со Ставропольского края, если не ошибаюсь. То есть наши соседи. Да, там была команда из первого пункта по IT-направлению, они презентовали приложение. Каким форматом оно будет работать, я просто именно суть не помню. Там много приложений было, именно что она делает, функционал не помню, но красиво было оформлено, просто дизайнерски. Но радует то, что это все-таки наши соседи, если у них что-то пойдет вверх, то обязательно и к нам начнут приезжать больше, потому что вот тут вопрос встает, важно ли в целом дружить с другими регионами и объединять какие-то усилия не только на развитие туристического потенциала в республике, в субъекте, а в округе. Я бы сказал, неважно обязательно нам дружить и даже конкурировать в дружественной конкуренции именно в сфере туризма, если брать туризм. Вот они что-то построили, нужно перенять у них опыт. Не так, чтобы скопировать и зарабатывать самим, либо они что-то сделали, такие, не-не-не, только наши. Нужно делиться опытом, чтобы развивать именно, допустим, наш СКФО, потом субъекта по очереди помогать. У кого-то горнолыжка развита, у кого-то пешит, у кого-то море, у нас нет моря, к примеру. Но если есть какие-то идеи, мы можем поделиться с ними. Если будут идеи, мы можем какой-то огромной командой работать. А вот говоря именно про туризм и субъект наш, этот год, он как джекпот был. Да, к сожалению, пандемия очень много проблем и бед принесла, но для туризма это был джекпот. Людям некуда было ехать, они приезжали. Хоть первый раз, либо последний раз, но они приезжали именно сюда. И если человек встретит этого туриста так, как своего родственника в этом году, то турист привезет и друзей, и родственников на следующий год. Вот об этом почему-то люди не подумали. Ну, многие. Многие подумали, многие нет. Кстати, вот когда вы работали в горах вот этой зимой, вы замечали, что много тех, кто первый раз приехал? Очень много людей, кто первый раз. У меня много знакомых теперь, с кем я познакомился, подружился, которые говорили, мы первый раз вообще в России отдыхаем, так как там кто в Альпы ездил, кто куда. Я всем задавал вопрос. Вот я обучал парня с Голландии, парня с Китая. Китайец говорил по-русски, парень с Голландии, был переводчик, девушка русская была. Я всем задаю один вопрос. Похож на ландшафт, вот, допустим, в Донбайе есть какой-то курорт? Они говорят, где бы мы только не катались по Европе, такой красоты, такой панорамы мы нигде не видели. Только, к сожалению, но есть, конечно, небольшой такой разрыв в сервисе Европы и туризма в Донбайе. Вот мы часто говорим и в этой студии, и в целом сейчас такая есть тенденция, что не стоит вот смотреть на Запад или там на другие страны, но ведь есть полезный опыт. Вот если мы так будем черпать то, что уже проверено веками, наверное, оно и сработает. Особенно если говорить о туризме, ведь нам нужен как раз-таки тот самый клиент. Мы же не образ жизни европейца, либо Запада сюда хотим перенять, чтобы мы жили по их традициям, воспитывали детей так же, как они. Мы берем только тот инструмент, который у них работает. Лучше всего продают товар они, лучше всего презентуют товар они, лучше всего изобретают какие-то вот такие фишки, приколы, технику, это они. Но мы не берем почему-то сюда. Это элементарно, если брать какую-то, ну, не знаю, креативную рекламу, я буду месяцами тут биться, чтобы что-то прикольное придумать. Хотя можно на пока подсмотреть на Западе, что делают, и подобное переделать под наш регион. Я думаю, это очень хорошо сыграет на наших локациях. У нас очень много крутых мест. Мне кажется, что хачины с грушей можно было бы на весь мир прославить, на самом деле. Несомненно, просто нет вот этого инструмента, который говорит, вот у нас есть не Кока-Кола, а хачин и грушевый лимонад. Когда мы говорим про обмен опытом, вот на этом хакатоне, чему, может быть, вы научились, что увидели в первый раз, с чем столкнулись и что захотелось по приезду обязательно рассказать и применить на практике в наших локациях? Несомненно, для меня самого, какой бы ни был у меня большой опыт, был первый опыт именно работы в формате хакатон. Для меня это тоже всегда было как что-то такое для программистов, для хакеров. Сам марафон-то не новый. Долго были какие-то процессы, где мы работали в таком формате, но именно чтобы решать локально одну проблему, это для меня тоже, но мне понравилось. И можно даже это применять в республике. Теперь там у себя в ВУЗе, в республике недавно что-то, было есть, а, кадровый резерв, кстати, в таком формате решался. Очень круто. Но для себя я взял то, что если мы вот, сколько там, 13 команд было, если мы все объединимся вот во что-то большое, в какую-то большую группу, даже если в WhatsApp, и выберем, допустим, в понедельник будем решать какие-то новые фишки либо проблемы в Ченской республике, мы быстро решим это. Потом, допустим, в КБР, потом в Северной Осетии, и так будет проще. Либо найти просто тех, кто заинтересован в нашей республике, можно даже никуда далеко не идти. У нас много ребят, которые работают инструкторами, занимаются прокатами теми же самыми гостиницами. Если им как-то не все равно на это, и не только деньги нужны, но и душа болит, то, я думаю, можно просто как-то объединиться и одним сообществом любителей туризма решать большие проблемы. Нам не всегда финансы нужны, нужны люди. Вот на этих соревнованиях как раз-таки участвовали люди, которые очень молодые, которые на самом деле смотрят на нашу республику немного более свежим взглядом, чем даже мы в какой-то степени. Потому что мы привыкшим, уже не всегда нам хочется выбраться там лишний раз, поехать в горы, потому что аж два часа ехать. Ехать туда, возвращаться, а потом еще там пару дел у меня осталось. Поэтому мы сами редко бываем там, где нам судьба просто подарила возможность бывать. Вот этот свежий взгляд, он сегодня необходим в развитии? Нужно ли его бояться? Или наоборот, нужно открывать двери как раз-таки вот такой молодежи, которая порой рискуя все-таки хочет достигать каких-то результатов? Свежий взгляд, он всегда нужен. Даже если этот взгляд несет какой-то оттенок негатива, мы всегда видим, что мы либо на правильном пути, либо нам нужно что-то доделать. Элементарно, если придет к вам гость и скажет, а почему вам не поменять вот эту картинку на, не знаю, более бело-голубые, розовые тона какие-то? Вы подумаете, зачем и так круто? А хотя, может, в этом что-то есть, ну, просто свежий взгляд, он не навязывает ничего и не заставляет ничего делать. То есть нет там какой-то графы, где нужно подписаться сразу после взгляда. Несомненно, очень легко работать с молодежью, которая, вот, ну, у нас взгляд может быть замылен уже на какую-то проблему. Вот я в Донбай работаю много лет, и у меня на какую-то проблему уже замылился глаз. Я могу на это не обращать внимания, хотя когда-то очень сильно беспокоился. И когда турист приходит и говорит, а вот почему вот здесь вот так, они вот так, начинаешь вспоминать, блин, я об этом когда-то тоже думал. И есть этому решение уже, тогда у меня не было решения, спустя там пять лет у меня появилось решение, обратился к знакомым, мы пошли там что-то поменяли, с кем-то договорились и какую-то проблему решили. А не страшно менять, ведь иногда можно ошибиться. Можно ли ошибаться, если мы говорим о внедрении каких-то инициатив в туристическом кластере? Ну, всегда все можно потестить на каких-то определенных группах, можно на самих себе же проверить. Вот когда я что-то делаю, я же могу посмотреть на это со стороны, как потребитель, а не как изобретатель, либо тот, кто преподносит, продает. Вот учат ли такие встречи, учат ли вот, собственно, хакатон тому, чтобы посмотреть со стороны? Потому что, когда мы говорим об участии в таких соревнованиях, то люди меняются, и одни разрабатывают какую-то идею, другие приходят, смотрят на это. Вот такой опыт, он полезен для дальнейшего распространения тех идей, которые там выработались? Вот мы, знаете, вот пока работали вот так 13 команд, мы в кругу сидели в большом зале, где-то в 3-4 метрах друг от друга, и просто интересно было, мы знали, какая команда, мы уже познакомились, и кто какую локацию взял, какую проблему взял. И мы, когда уже уставали думать над этой темой, ну там, я говорил, давайте, ребят, 5 минут погуляем, походим свежим воздухом, подышим, кофе попьем. Мы спрашивали, какие у кого проблемы, и мгновенно находили какие-то решения, потому что мозг уже вот работает в направлении сейчас найти что-то, но в своем уже замылился, потому что мы перебрали кучу вариантов, а тут, оп, раз вариант, два варианта, три варианта. И как-то вместе с ребятами даже из других регионов, я ходил, советовался, я говорю, вот в Осетии есть один парк или сквер в лесу, где очень много заставлено арт-объектов сказочных. Я сказал, скажите, пожалуйста... Вроде нашего лукоморья. Вот что-то наподобие. Я говорю, расскажите, пожалуйста, что у вас там, как это работает, когда это поставили. И они рассказали, и я понял, что частично это привлекает туристов. Частично, наверное, просто для местных жителей, но это привлекает туристов. Фишка. Да, надо что-то поставить себе. Вот Карачайск ассоциируется с горянкой, которая встречает. Нам нужно сделать, чтобы, допустим, Архыс с чем-то ассоциировался, Дамбай ассоциировался. Ну, кроме тарелки, и то в основном советские люди будут помнить о тарелке, а молодые, они говорят, где тарелка, что за тарелка, что такое тарелка? Они не знают, что это гостиница или что это вообще. То есть нужно или популяризировать то, что уже есть, или создать что-то новое. Ну, я думаю, надо пробовать, потому что сейчас век передовых технологий, и не выходя вот с этой студии, мы можем отправить приветственное слово по всему миру, и буквально за один щелчок. Собственно, что мы сейчас и делаем. Да, у нас такие ресурсы есть, но надо пользоваться. Просто у каждого свои интересы, у каждого свои проблемы дома, и не все хотят выйти вот из этой зоны комфорта чуть туда, пожертвовать своим временем ради какого-то будущего. Роберт, спасибо вам большое, что вы сегодня вот нам в общих чертах пока что рассказали о том, как прошел Хакатон, и в целом удалось побеседовать, мне кажется, довольно-таки масштабно об этой проблеме. Но сейчас давайте посмотрим небольшой сюжет о том, почему именно Качагу принял участие в этом соревновании. Ведь уже давно, каждый год у вас проводится такое изучение туристических маршрутов. Это такая школа Peak of Europe, которая все вместе там учат молодежь, как вести себя в горах, как помогать другим людям правильно ориентироваться. Вот давайте посмотрим небольшой сюжет, и все-таки после него поймем, почему именно эти люди представляли нашу республику. Высокие горы, цветущие леса и звенящие реки. Вся эта красота Софийской поляны окружила участников учебно-тренировочных сборов горно-спортивного клуба «Архыз» Крачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. Сбор по подготовке альпинистов начального этапа для выполнения норм на альпинист России. Сбор, как всегда, проводится к Качагу. Самое главное тех людей, которые приезжают на сборы, объединить общей целью заниматься альпинизмом, совершать восхождение, получить необходимые объемы знаний и привить любовь к горам. Распорядок дня начинающих альпинистов не терпит пустоты. После завтрака весь состав лагеря собирается в полном обмундировании на утреннее построение. Ледорубы и веревки, палатки и карематы, сухпайки и горячий чай – это далеко не весь список того, что крайне необходимо для похода. После того, как содержимое рюкзаков проверено инструкторами, группа спортсменов выходит в путь. Сменяя место локации своих учебных занятий из часа в час, молодые альпинисты усваивают в теории и на практике новые навыки доврачебной медицинской помощи, транспортировки пострадавшего с помощью подручных средств и многое другое. После недели тренировок, когда в навыках и уровне подготовки спортсменов нет сомнений, предпринимается поход протяженностью более 10 километров на вершину в 3055 метров, известную как Чагетчатбаши. Этот поход является первой серьезной проверкой на прочность тех, кто решил бросить вызов снежным вершинам. Дойдя до места привала, времени на отдых нет. Сначала чистка снега и установка палаток, потом легкий перекус, чай из растопленного снега и немного огня, чтобы хоть малость согреться. Когда чай уже выпит, крем от загара нанесен, а мундирование в порядке, можно считать, что команда в полной боевой готовности. Дальше все занятия проходят на крутом подъеме, на снегу, на ветру, а значит, в самых приближенных к реальности условиях. Мы учимся преодолевать горные препятствия, страховать друг друга, идти в связки, оказывать первую медицинскую помощь, как при помощи, когда у нас есть специальные оборудования, так и при помощи подручных средств. Сейчас мы учимся преодолевать горные препятствия. Дальше начинается самое сложное. Последняя и самая главная задача альпинистов – забраться на вершину Чагетчат. Каждый метр пути дается с помощью неимоверных усилий. Помимо снега, альпинистов ожидают крутые скалы, и на страховку и подъем каждого участника уходит немало времени. Хоть и медленно, но верно, вся группа в конце концов достигает вершины в 3055 метров, а это значит, что теперь каждый из них достойен носить значок «Альпинист России». С вершины Чагетчат, Архас. Ну вот, кто лучше может говорить о туристических маршрутах, как вот не люди, которые в конце концов живут и изучают эти самые маршруты. А сейчас у нас в гостях Марат Айбазов, Диана Темильжанова, участники Хакатона, студенты Карачаева-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева. Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о вашей роли в этом соревновании, о том, как вообще решили принять участие и насколько вам понравилось. Марат, ну давайте с вас начнем. Ну, вообще, как мне? Посчастливилось участвовать. Предложили или сами позвались? Позвонили, предложили, и я подумал, почему и нет, потому что чуть ранее, неделю назад, мы уже участвовали в таком проекте в республике. И почему бы не воспользоваться моментом? Диана, ну а вы как попали в команду? Так же. Предложили поучаствовать, и согласились, и поехали. Когда вы ехали туда, чего вы ожидали? Все-таки хакатоник такой, еще только развивающийся у нас движение и вид соревнований. Знали ли вы, что придется там не спать какое-то большое количество времени, придется вот все время напрягать свой мозг для того, чтобы помочь, возможно, даже развитию республики в конце концов? Чего ждали и с чем столкнулись, какими сложностями? Ну, наверное, единственный минус был в том, что было слишком мало времени. Ну, несмотря на это, мы собрались и решили нашу задачу. Трудностей как таковых не было. А идея была масштабная от вашей команды? Да, масштабная, и помимо этого масштабирование по всем субъектам СКФО, по всем всем субъектам СКФО. Ну вот мы с Робертом коснулись так мельком того, что все-таки нужно было создавать арт-объекты. Какие арт-объекты все-таки в итоге вы презентовали? Презентовали около 7 арт-объектов, если не ошибаюсь. Но после того, как вернулись обратно в Карачаевск и побывали в гостях у мэра насчет этого, также прикинули еще несколько арт-объектов, которые ему очень понравились. И вот из нашего проекта он выделил несколько арт-объектов, которые будут помогать в развитии также Зеленого острова, где Карачаевск участвует в конкурсе, также не только в Карачаевске, но и некоторые арт-объекты касаются также, и вот как упомянул Робсон, плато Бермамет и также Донбай. Ну давайте приоткроем так завесу тайны, что это за объекты, чего нам ждать и может быть уже готовиться к тому, чтобы увидеть. Да, вот один арт-объект, по поводу нартов вы коснулись тоже, он будет располагаться на Зеленом острове города Карачаевска, то есть он уже, проект уже готовится на, также были... То есть если на Зеленом острове будет Лукоморье, то там будет свой эпос, свои какие-то герои, которые будут также встречать и украшать город. Насколько мы знаем, в нашей республике еще нет такого масштабного объекта, и это будет изюминкой не только нашего города, но и всей республики. Вообще по нартам только, вот я уточнял, во Владикавказе фонтан Суслан и все больше этого. Ну нарт-то... То есть уникальность, уникальность соблюдения. Но на самом же деле реализация таких проектов, если вот мы даже остановимся на создании такого, можно сказать, там городка, уголка, это дорогостоящее удовольствие, и это и строительство, и там наверняка нужны какие-то материалы, которые не будут портиться ни дождем, ни снегом, тем более климат у нас в последнее время что-то шалит. То есть нужно подходить к этому не только с точки зрения придумал и ушел, а с точки зрения именно даже в каком-то степени строительного взгляда. Откуда будет идти финансирование этих объектов? Есть ли уже мысли на этот счет? Все-таки идея взрослая, и вот этот момент не упускали. Вот насчет от объектов, которые затрагивает непосредственно Карачаевский городской округ, можно, ну, нас поддерживает наш мэр, доктор Эфельверт. Также нам будет помогать и наш университет, а те, которые не затрагивают именно Карачаевский городской округ, вот нам после того, как мы уже защитили проект, там же вот один из экспертов посоветовал нам с этим проектом пойти на грантовых конкурсах. То есть, ну, по ее словам, у нас есть потенциал так выиграть и уже осуществлять эти арт-объекты уже в нашей республике. А потом уже можно делать и масштабировать и по другим субъектам. Мы часто в этой студии говорим о форумах, о различных студенческих встречах. И единственное, то, что периодически возмущает и волнует лично меня даже, что порой хорошие идеи остаются, как мы говорили с Робертом, в столе. То есть, они остаются вот на вот этой бумажке, как проект, и не развиваются, потому что не находят поддержки, финансирования и так далее. Туризм это все-таки та сфера, которая может привлечь и бизнес, и предпринимателей, и, возможно, какую-то даже волонтерскую помощь, которая сегодня развивается там масштабами, семимильными шагами. Как вы считаете, вот такие вещи, они объединят республику? Вообще, каждый наш объект по-своему уникален. И я думаю, если наш проект не останется просто идеей, и мы воплотим все это, то все будут довольны, как минимум. Этот проект не останется на столе, он будет реализовываться. Мы уже точно решили, уже благодаря школу социального проектирования, которая только вчера у нас началась, это было благодаря также Робсону, Баскаеву, Новрузу, Капшуу, Денису Новочарову. Мы сейчас будем учиться, как правильно все расписывать, и после того, после уже обучения, уже думаем пойти уже с проектом, непосредственно к мэру, который думает насчет зеленого острова. То есть все нашаты объекты, если так постараться, уже можно построить в зеленом острове, так как площадь позволяет зеленого острова. Она большая, она позволяет. Насколько серьезно представители власти воспринимают инициативы студентов? Потому что иногда кажется, что с недоверием смотрят на молодое поколение, и что думают, что вы еще маленькие, чтобы там что-то понимать. Вы сами наверняка сталкиваетесь с вот такими проявлениями того самого недоверия, о котором я сказала. Как с этим боретесь, как вы перебарываете себя, чтобы все-таки наравне разговаривать, наравне общаться и с экспертами во время соревнований, вот хэкграунда, и с представителями власти собственного города, и с республиканскими властями? Вообще от молодежи ждут более креативных идей, и если правильно все это презентовать, администрация, наша администрация только за. Вот вы как встречались с такими вот проявлениями? Приходилось ли убеждать, приходилось ли настаивать на каких-то инициативах? Я пока что на республиканском уровне не присоставлюсь. А готовы? Да, конечно. Свои свои провода. Надо давать молодежи шанс реализовывать себя, свои мысли, потому что это не только во благо лично для меня, а во благо всех, потому что у нас в основном курорты, воздействованы только зимой тот же самый архит, тот же самый Дамбай, потому что туристические маршруты, они не так пропиарены, как вот канал Лыжный Склон, потому что вот люди приезжают летом и спрашивают, а извините, а вы здешний? Да. А куда можно сходить? И вот так вот объясняешь, я не говорю, о, мы такого не знаем. И вот идут, идут. После того, как через некоторое время я уже встречаюсь, и спрашиваю, ну как сходили, все нормально, они такие вот такой красотичью еще не видели. Вот все удивляются. Надо просто вот, так сказать, инструмент придумать для привлечения туристов не только зимой, но и каждый день буквально. А как убеждали и привлекали экспертов? Вообще, кто был в составе жюри? Насколько было тяжело или легко с ними работать? Потому что критика наверняка, строгий взгляд людей, которые уже давно работают в этой сфере. Чем убеждали? Что их цепляло? Ну, во-первых, на протяжении всего форума нам помогали эксперты. А на самой защите уже, ну, наши арт-объекты очень многим понравились. И все нам говорили, чтобы мы не останавливались, а продолжали воплощать, ну, чтобы это просто не остались какими-то идеями. И эксперты, и жюри говорили одно и то же, чтобы мы реализовали все это. Вот мы недавно посмотрели сюжет как раз-таки про школу альпинистскую Пикафьёра, под такая университетская инициатива, которая помогает обучаться юным альпинистам и тем, кто, возможно, даже не продолжит это делать. Но в целом интересное такое развлечение. Как вы считаете, это помогает молодежи взглянуть на свою республику по-новому? Можно ли масштабировать вот такие проекты не только для небольшого количества, а может быть даже для тех, кто приезжает и хочет экстремально провести свои выходные или там неделю отпуска? Да, конечно, несомненно, потому что на своем личном опыте знаю, что такое альпинизм. Я до поступления в универ, я вообще не знал. После того, как поступил, уже втянулся в студенческую жизнь, я уже понимаю, что такое альпинизм. Желание есть, но решимость нет, так как это очень, так сказать, опасно без спорта, если так брать. И, ну, в будущем есть цель как-нибудь получить этот значок альпиниста. Диана, а вы как смотрите на такую идею? Вообще горы меня, наверное, с рождения манят, и я бы очень хотела тоже попасть в эту школу, но по некоторым обстоятельствам я не могу, то дома не разрешают. Вот, а так, я думаю, если это масштабировать, очень многих привлекает наша республика, именно потому что мы живем в таком месте, уникальном, по сути, природном. К нам многие приезжают, даже из Германии и вообще за границей, чтобы провести время в горах, потому что, как вы сказали, у нас живем в уникальном месте. Ну, к нам приезжает действительно очень много, и одна из самых главных целей все-таки для посещения нашей республики, соседних республик, это восхождение всей жизни, это восхождение на Эльбрус, и, собственно, вот те юные альпинисты, которые еще совсем недавно заканчивали школу Пиков Юроп, впоследствии получают возможность взойти на Эльбрус. Давайте вот посмотрим на то, как ребята сделали это. К сожалению, в последний раз это было не в прошлом году, потому что пандемия испортила планы не только альпинистов, а и каждого жителя нашей страны, да и всего мира. Но давайте взглянем, как это будет продолжаться, и чего нам ждать уже, дай бог, в 2021 году. Ну что, ребятки, с вершиной вас! Ура! Ура! 15 августа 2019 года для этих ребят теперь особый день. Несмотря на множество испытаний, капризы погоды и собственные сомнения, они смогли покорить Эльбрус. За плечами Науруза Капушева уже несколько покоренных вершин, значок альпиниста России и обучение в Баварской школе альпинизма. Зайти на Эльбрус Науруз мечтал давно. И признается, что это стало одним из самых тяжелых испытаний в его жизни. Были такие моменты, что мне уже хотелось спуститься. Думаю, что я здесь буду делать? Поднимусь и что мне это даст? А потом думаешь, нет, все равно же уже решился. И приходится уже идти до конца, раз за это взялся. Вот так мы ишли. Мы падали несколько раз по дороге. Мы отдыхали, вставали, падали, вставали. Но дошли до конца, что очень отрадно, дошли всей командой. Восхождение на западную вершину Эльбруса – достаточно серьезное испытание не только в физическом, но и в психологическом плане. Но оставив внизу все сомнения и поверив в себя, женская половина команды смогла пройти проверку на прочность. Там было все прекрасно. Там была, конечно, хорошая погода, хорошая компания. И да, было сложно. Не очень технически сложно, но просто там кислорода не хватает. И сам восхождение было достаточно сложно. Профессиональные гиды, их помощь, их советы, наши акклиматизационные выходы – все это, конечно, сыграло свою роль. И нам было достаточно легко подниматься, хоть и состояние физически было не очень, но все-таки это того стоило. Мы все дошли. И в прекрасной компании, в прекрасный день. Нам очень повезло с погодой. И как-то все так сложилось удачно. И я вот ни на минуту, наверное, не жалею об этом. В горных хижинах при Эльбрусе ребята несколько дней проходили адаптацию, готовя свой организм к восхождению. Чтобы горная болезнь не застала врасплох, они совершали так называемые высокогорные выходы. Мы каждый раз набирали, каждый день набирали высоту, возвращались обратно вниз для того, чтобы сердечно-сосудистая система каждого участника смогла подготовиться к нагрузке. И для того, чтобы легкие, наш организм подготовились к кислородному голоданию. По такой высоте гипоксия – это обычное дело. Ребята тренировались, каждый день мы делали выходы. Это происходило в течение пяти дней. 5642 метра – самая высокая точка Европы. Ребята с улыбкой вспоминают минуты, которые провели на вершине. И хотя испытание оказалось нелегким, многие уже готовы повторить все сначала, а кто-то уже задумывается и о более серьезных восхождениях. Ну а мы возвращаемся в нашу студию. У нас остается буквально пару минут. И хотелось бы, глядя на этот сюжет, спросить у вас, как думаете, на пути к Эльбрусу, по пути, которые делают именно жители Карачаева, Черкесии, гости нашей республики, стоит ли поставить тоже какие-то арт-объекты, которые будут напоминать каждому, откуда они вышли и куда вернуться после того, как совершать свой личный подвиг? Да, несомненно. Уже есть какое-то видение? Вот если мы сейчас такой небольшой мозговой штурм произведем. Видения есть, но они пока остаются в секрете. И так много тайн мы сегодня открыли. Будете ли еще принимать участие в подобных соревнованиях, которые, кажется, на первый взгляд, что немножко сложновато 30 часов без сна некоторые провели? Или все-таки пока что будете думать, как развивать тот проект, который сейчас защищали? Нет, сразу после школы актива думаем уже участвовать в грантах, в конкурсах реализовывать и этот проект, и непосредственно другие проекты, которые мы видим проблемами в нашей республике. Тут хочется у вас спросить, просто чтобы вы в двух словах поделились секретом с молодежью нашей республики, как совмещать все это, и учебу, и участие в соревнованиях, и реализацию тех проектов, которые уже пообещали в нашей студии притворить в жизнь. Самое главное желание. Будет желание, будет результат, будет время, будет все. Главное желание. Идея? Ну, согласна. Если есть желание, я думаю, можно совместить все, что угодно. О чем вдохновляться? Самой идеей. Мне кажется, что как раз-таки это самое главное. Вдохновляться идеей, вдохновляться природой нашей республики, которая может дать массу идей не только для реализации, ну, может быть, возможностей каких-то в Карачаево, Черкесии, именно туристических, но и в целом зародить у вас какую-то новую мысль, которая притворится в жизнь в виде крутого-крутого изобретения. Дорогие телезрители, на этом наша программа заканчивается. Спасибо вам, что вы пришли к нам в студию. Спасибо и вам, дорогие телезрители, что оставались с нами на протяжении последнего часа. Мы встретимся уже завтра в 17.00 на телеканале Архиз-24. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин